Здесь основные ритмы, вообще роковые, это вот то, что мы сейчас с тобой поучили, только тут немножко играется, то есть мы здесь играли с тобой раз, два, три, четыре, вот там играется немножко побольше. Это основа. Её можно разнообразить, например, добавить какие-то ещё маленькие штучки, ну на малом барбане, например. Это, ну это типа основа рока. Есть, ну типа танцевальные ритмы, как правило, идёт там, там идёт, как правило, ровная бочка. Или ещё так бывает, ну то есть хай-хэт иногда вразрез с бочкой. Так, да, нифига себе. У меня так же, да, всё звучало? Почти, да. У Рамштайн любят, ну такие вот диско-ритмы использовать. Есть рок-н-ролльные такие, ну типа... А вот эта штука сейчас вся играет, это без колонок? Без колонок, да. Фига себе. А дома кто-то играет вообще так? Ну, только если в частном доме, потому что так, это мне кажется, что с соседями просто тертик. У меня электронная установка была, и то с соседями были проблемы. Когда в наушниках играешь, она, как правило, такого звука не издавала. Но вот от педали, отдача шла в пол, и соседи, ну, соседи жаловались, то что такое ощущение, как будто я вот так вот сижу только без денег. Какая отдача в таком. Основной барабан вот этот, да, красненький? Ну, основные, вот три, короче, вот на них все ритмы основаны. Ну, или есть еще рок-н-ролльные такие ритмы. То есть, ну, там, как правило, в таком классическом рок-н-ролле, в американском, у них там два, ну, два удара в рабочих. А если ты не с неймологии, ты говорил, что я такой известный? Музыка. Давай, Цоя лучше. А, у Цоя. Или у него тоже нет таких? Нет, у Цоя, короче, у него барабаны и парки все незамысловаты, они все вот такие. Пожелай мне удачи в боевых. Ну там, короче, у Цоя ненагруженная барабанная партия. Нирвана. Майл Славик Тин Спирит. Я такое смогу сделать? Ну, думаю, что сейчас спрятаю. Ну, как бы там, конечно, не сложно, но надо во времени это все правильно разложить. Че я смогу? Ну, вот рок-н-ролльчик, я думаю, что сможешь. А сколько вообще надо, чтобы обучиться ОТЭКу, как ты, например, играешь? Живую всю жизнь научиться. Постоянно, да? На любом инструменте музыкальном, да. То есть чем больше ты живешь, тем больше узнаешь, тем больше учишься. А ты вообще где-то играешь еще? Да. Ну там, в клубах? Ну, начали так, потихоньку. Есть ведь, например, этот, как его, 1369? Ну да, тоже, кстати, там Женя Терешенко, она знакомая. Ну, то есть, да, мы там пытаемся сейчас тоже. Вот, недавно туда ходили. Тоже, она говорила, что типа приедет и поговорить. Ну, мне кажется, она только забудет, чтобы там что-нибудь такое было. Давай я что-нибудь такое сейчас бабахну. Смотри, давай я тебе покажу по барабанам. Не, да, что хочу, я хочу, что так. Я понял. Да, да. Смотри, сейчас мы сделаем по четыре удара на каждом барабане. Вот, и это можно, кстати, завязать с тем ритмом, который мы вот сейчас до этого играли. Ну, то есть, вот, кстати, есть ритм, вот то, что мы с тобой вначале, это, как правило, ну, там, припевы или куплеты, они поются вот под ритм, ну, под то, что мы вначале играли. Вот, а разделение между куплетом и припевом, оно, как правило, заполняется, ну, то есть, называется, оно называется заполнение, то есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И потом... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. Ну и дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Восмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА cockp Нет. Не торопись. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне кажется, ты когда, знаешь, лежит, Бьешь ногу уже, сука Не получилось Я сейчас считать поспеваю Браво, браво